Всем привет! Как вы уже слышали, меня зовут Хориков Владимир, и сегодня мы поговорим про принципы эффективного тестирования. Пара слов обо мне. У меня недавно вышла книга «Unit Testing Principles, Practices and Patterns», и у меня еще есть несколько курсов на Pluralsite, в основном про domain-driven design, но про unit-тестирование тоже есть. Доклад будет состоять из трех частей. Сначала мы поговорим про то, как определить эффективность тестов, как измерить эффективных тестов. Затем мы поговорим про то, как применить эти знания на практике и как начать писать эффективные тесты. И после этого отдельный топик еще будет, когда нужно и когда не нужно использовать Moki. Итак, как измерить эффективность тестов? Автоматического способа измерения тестов, эффективности тестов, увы, нет. И когда мы говорим про автоматический способ измерения эффективности, как правило, мы начинаем думать про test coverage. Test coverage, к сожалению, недостаточно хорошая метрика, потому что у него есть следующие проблемы. Test coverage – это хороший негативный индикатор, но при этом это плохой позитивный индикатор. И что я имею в виду под этим, это то, что если у вас test coverage показывает какое-то маленькое покрытие тестами, к примеру, меньше 50 или меньше 40%, то это хороший индикатор того, что с вашими тестами что-то не в порядке. Достаточно тестируйте. Но при этом даже если у вас в проекте 90 или 100% test coverage, это еще ни о чем не говорит. То есть даже со 100% покрытием тестов у вас могут быть тесты плохого качества. И поэтому единственный способ измерить эффективность тестов – это измерить эффективность каждого теста отдельно. К сожалению, другого способа автоматического нет. Как же это сделать? Есть четыре параметра, по которым нужно измерять эффективность тестов. Это защита от багов, устойчивость к рефакторингу, скорость обратной связи и простота поддержки. Поговорим сначала про последние два, про три четвертой, потому что они проще, и потом вернемся к первому двуму. Что такое скорость обратной связи? Здесь все понятно. Чем быстрее выполняется тест, тем меньше времени тратится на устранение багов. Время, которое вы тратите на устранение бага, который был найден во время девелопмента, это время на несколько порядков меньше времени, потраченного на устранение бага, который был найден во время QA-тестирования, и тем более, который уже был найден в продакшн. Поэтому чем быстрее вы получаете обратную связь, чем быстрее выполняются тесты, тем лучше. Четвертый параметр — это простота поддержки. Простота поддержки складывается из двух подпараметров. Это насколько сложно понять тест, и второе — это насколько сложно этот тест запускать. Насколько сложно понять тест — это, как правило, функция того, насколько большой этот тест и насколько он был хорошо написан. То есть чем больше у вас тест, тем сложнее с ним разбираться, потом поддерживать, менять его. Ну и, конечно же, качество кода этого теста тоже имеет значение, потому что если у вас, допустим, в тесте три строки, но при этом вам нужно прокручивать экран на 10 экранов вправо, чтобы прочитать этот тест, это тоже нехорошо. И насколько сложно этот тест запускать, это складывается из того, работает ли тест с внешними зависимостями, такими, как, к примеру, база данных или файловая система. Потому что если тест отработает с какими-то внешними зависимостями, то вам эти зависимости нужно поддерживать. Вам нужно следить за тем, что состояние базы в порядке, вам нужно пересгружать время от времени эту базу, следить за тем, что сеть не упала, ну и так далее. Итак, перейдем к первым двум. Первый параметр – это защита от багов. Этот параметр складывается из того, сколько кода выполняет тест. Чем больше количество выполненного кода тестом, тем больше вероятность того, что этот тест найдет баг в системе. Также этот параметр зависит от того, насколько важен и сложен код, который выполняет тест. То есть, если у вас тестируется бизнес-логика, то вероятность нахождения багов, особенно критических багов в этом коде, тоже будет больше. Потому что критические баги, как правило, находятся в бизнес-логике. Поэтому тестировать бизнес-логику важнее, чем тестировать какой-то инфраструктурный код. И также имеет значение не только ваш код, но и код, который был написан до вас. Это в первую очередь библиотеки и фреймворки, которые используют ваш код, ну а также внешние системы. То есть, если тест проверяет не только ваш код, но и то, как этот код работает с внешними системами, то вероятность нахождения багов в этом коде будет еще больше. Но это, как правило, интеграционный тест. Этим занимаются. Самый интересный параметр – это устойчивость к рефакторингу. Второй. Устойчивость к рефакторингу складывается из того, сколько ложных срабатываний делает тест после рефакторинга. Ложные срабатывания – это по-английски false positive или false alarm. И ложные срабатывания возникают из-за привязки теста в детальной имплементации кода, вместо того, чтобы привязывать эти тесты к конечному результату. Почему это плохо? Какие вообще преимущества дают нам тесты? Тесты дают нам так называемый safety net, то есть какую-то защиту. И они показывают нам, что в коде все в порядке после того, как мы добавили какие-то фичи, отрефакторили что-то. И конкретные преимущества здесь – это то, что вы чувствуете себя более уверенно при внесении изменений в код, что эти изменения не приведут к каким-то багам. И тесты вам позволяют чувствовать себя так уверенно. Из-за того, что тесты начинают выдавать большое количество ложных срабатываний, у вас теряется это чувство уверенности, и вы уже не доверяете этим тестам так, как, допустим, доверяли раньше. И это приводит к тому, что вы начинаете меньше рефакторить код, вы, может быть, более осторожно добавляете новые фичи в этот код, и из-за этого вы, может быть, пытаетесь не трогать старый код. И из-за того, что вы код начинаете меньше рефакторить, у вас этот код начинает ухудшаться по качеству. То есть для того, чтобы у вас противодействовать этому влиянию, этой тенденции ухудшения качества кода, вам нужно его постоянно рефакторить. Из-за того, что у вас тесты постоянно приводят к ложным срабатываниям, вы, как правило, начинаете этот код меньше рефакторить. Давайте посмотрим на примеры ложного срабатывания. Тут у нас есть такой пример. Здесь мы имеем класс Message, который состоит из трех пропертий — header, body и footer. У нас здесь есть интерфейс iRenderer, который принимает на вход этот месседж и возвращает на выход строчку. Строчка — это HTML, репрезентация этого месседжа. И есть класс, который имплементирует этот интерфейс iRenderer, MessageRenderer. В нем внутри находится несколько саб-рендеров, и он имплементирует сам метод рендера. То есть он берет на вход message, делегирует работу по частям этого месседжа саб-рендером, и потом агрегирует все это вместе и выдает наружу. Сами саб-рендеры, которые находятся внутри этого месседжа, это header renderer, body и footer renderer. И они выглядят вот так вот. То есть ничего сложного, они тоже берут на вход message и работают над разными частями этого месседжа. И оборачивают эту часть в HTML-таге. Вот еще раз этот message renderer. То есть как мы можем протестировать этот message renderer? Есть два способа. Первый способ — это мы можем проверить правильность заполнения этой коллекции. и после того, как мы проверили правильность заполнения, мы, если она заполнена правильно, мы считаем, что и сам класс работает при этом верно. То есть вот так вот это будет выглядеть, этот тест. То есть мы здесь инстанциируем message renderer, смотрим, какие у него есть саб-рендеры, проверяем, что их ровно три и что они заполнены правильно, то есть у них правильный тип. Это называется structural inspection, и это антипаттерн. Почему антипаттерн? Потому что это пример хрупкого теста. И этот тест хрупкий потому, что он завязывается на детали имплементации вместо конечного результата. То есть мы здесь можем, к примеру, отрефакторить наш message renderer, поменять местами между собой саб-рендеры, может быть, заменить один саб-рендер на другой, и при этом этот тест упадет. Он покажет, что в коде есть баг, но при этом не факт, что это на самом деле баг. То есть падение теста в данном случае совершенно не означает, что вы сделали что-то не так, потому что вы можете отрефакторить этот message renderer таким образом, что все будет работать, но при этом тест в любом случае будет падать. То есть вы можете, допустим, на message renderer вообще убрать все саб-рендеры и все делать в самом классе. Но, тем не менее, тест упадет. И этот пример по инспекшену структуры класса, он по сути своей похож на этот пример. То есть тест, который берет, смотрит на исходный код этого message renderer и потом проверяет, что этот исходный код имплементирован правильно. Ну, то есть имеет конкретно такую имплементацию. Это, конечно, пример, доведенный до экстрима, но, по сути, он не сильно отличается от того, что мы видели раньше, потому что и тот, и этот пример, они оба настаивают на конкретной имплементации этого message renderer. Если вы измените имплементацию вправо-шаг влево, то этот тест упадет. Ну, естественно, этот тест будет падать более часто, чем тот, потому что здесь мы можем вообще поменять даже какую-то, добавить пробел, и этот тест будет падать. Но, тем не менее, по сути, это примерно то же самое. Это называется code source inspection, и это тоже неправильный подход. Чтобы избежать ложных срабатываний, тест должен привязываться не к деталям имплементации, а к конечному результату. То есть, еще раз, вот этот наш пример. И вместо того, чтобы проверять коллекцию sub-renderer, мы должны проверять конечный результат, который возвращает метод render. И вот так вот будет выглядеть этот тест. То есть, мы еще раз интенсируем этот message renderer, скармливаем ему какой-то message, и потом проверяем, что результирующая строка, она выдает нам правильный HTML. И этот тест написан верно, потому что он привязывается к конечному результату. И вот, если подумать, то конечному пользователю не важно, как именно вы генерируете этот HTML. Единственное, что конечному пользователю важно, это то, что этот HTML верен. И тесты должны проверять результат с точки зрения конечного пользователя, а не с точки зрения деталей имплементации вашего кода. То есть, в итоге мы получаем такую картину. Хороший тест отвечает на вопрос, верен ли конечный результат. Плохой тест отвечает на вопрос, верен ли процесс. То есть, мы все должны проверять конечный результат, а не процесс. Еще раз наши четыре параметра. И первые два параметра, защита от багов и устойчивость к рефакторингу, они между собой связаны таким образом, что они образуют параметр точность теста. То есть, точность складывается из отношения сигнала к шуму. По-английски это signal-to-noise ratio. И сигнал – это количество багов, которые нашел тест, а шум – это количество ложных срабатываний, которые тест выдал во время нахождения тех багов. И за первый параметр, за знаменатель у нас отвечает как раз защита от багов. Это первый параметр хорошего теста. А за знаменатель у нас отвечает устойчивость к рефакторингу. Оба эти параметра очень критичны, потому что даже если у вас тест не генерирует никакого шума, не вызывает никаких ложных срабатываний, если этот тест при этом не выдает никакого сигнала, то есть не находит багов, то ценность такого теста стремится к нулю. И наоборот, даже если тест способен найти любые баги в коде, если при этом он генерирует огромное количество шума, большое количество ложных срабатываний, то ценность такого теста тоже стремится к нулю. Но это потому, что все эти сообщения о найденных багах, они теряются в этом шуме, и вы не способны отличить одно от другого. Эту формулу мы можем назвать еще другими словами. То есть сигнал в данном случае это то, насколько тест хорош в определении присутствия багов. А шум, знаменатель, это то, насколько тест хорош в определении отсутствия багов. И, как я сказал, оба эти параметра критично важны. Так, почему же я уделяю столько много времени вот этому второму параметру? Я, на самом деле, очень часто вижу в проектах, что люди оказывают достаточно хорошее внимание первому параметру, третьему, четвертому, то есть защите от багов, скорости обратной связи и простоте поддержки, но очень мало внимания, как правило, оказывается устойчивость к рефакторингу. И почему так? И да, и подавляющее большинство проблем с тестами, которые вот в современных проектах, они как раз вытекают из недостаточного внимания к этому второму параметру, к устойчивости к рефакторингу. Почему недостаточно внимания? Вот если посмотреть на эту диаграмму, то здесь мы видим влияние от этих разных параметров с длительностью проекта. То есть сверху у нас верхняя линия показывает ложное отрицательное срабатывание, нижнее ложное срабатывание. И еще раз, ложное срабатывание это когда у вас тест говорит, что баг есть, но на самом деле бага нет. Ложно отрицательное срабатывание это в обратную сторону, это когда у вас тест говорит о том, что бага нет, но при этом баг есть. То есть ложное срабатывание это второй параметр, а ложно-отрицательное срабатывание – это первый параметр, когда тест не нашел баг. И почему так мало внимания оказывается ложным срабатыванием, то есть устойчивость к рефакторам, это потому что важность нахождения багов в проекте возникает сразу же. Но при этом важность отсутствия ложных срабатываний возникает не сразу после начала проекта. И это потому, что даже в начале проекта вам важно, чтобы ваши тесты показывали о том, что вы какие-то баги внесли. Но при этом, если они какие-то ложные срабатывания дают, у вас код еще свеж в памяти, вы можете сами отличить, что этот срабатывание на самом деле ложное, и это, как правило, не вызывает никаких проблем. Ну и еще потому, что ложные срабатывания возникают после рефакторинга кода, а необходимость рефакторинга тоже у вас не сразу в проекте возникает, потому что свежонаписанный код, он, как правило, не имеет больших проблем. И необходимость рефакторинга возникает уже по мере развития проекта, потому что вы добавляете какие-то новые фичи, требования меняются, может быть, какие-то костыли появляются в коде, и их нужно регулярно вычищать. И вот это вычищение, оно как раз... Чем больше вы делаете таких рефакторингов, тем больше у вас возникает важность того, что ваши тесты не выдают ложных срабатываний. Итак, еще раз эти вот наши четыре параметра. И первые три параметра, защита от багов, устойчивость к рефакторингу и скорость обратной связи, они связаны между собой интересным образом. Вы не можете максимизировать все три, вы можете только максимизировать два из них. Давайте рассмотрим примеры такой максимизации. Первый пример — это у нас функциональные тесты, это end-to-end тесты. Это те тесты, которые проверяют систему от начала и до конца. И чем хороши... То есть они проверяют не только вашу систему, но и внешние зависимости этой системы. Такие как базу данных, файловую систему, может быть, какие-то внешние сервисы даже. И эти тесты хороши тем, что у них наилучшая защита от багов. Это потому, что эти тесты выполняют наибольшее количество кода. Не только вашего, но и кода, к которому обращается ваш код. Также у этих тестов наилучшая устойчивость к рефакторингу. Это потому, что эти тесты больше всего отдалены от деталей имплементации. И они проверяют вашу систему с точки зрения конечного пользователя. То есть они по определению устойчивы к рефакторингу. Проблема у этих тестов в том, что они дают медленную обратную связь. И вы не можете покрыть вашу систему, весь ваш код, только используя функциональные тесты из-за того, что они медленные. И вот если мы построим такую диаграмму, нарисуем такие круги Эйлера, то функциональные тесты у нас находятся на пересечении между устойчивостью к рефакторингу и защите от багов. То есть у них хорошая устойчивость к рефакторингу, они дают хорошую защиту от багов, но при этом они не дают быстрой обратной связи. Второй bucket – это у нас тривиальные тесты. Тривиальные тесты – это тесты, которые проверяют какую-то тривиальную функциональность. Здесь, например, у нас есть юзер-класс, у него есть property name, который просто в онлайн-проперти ничего не делает. Ну и тест проверяет этот класс тем, что он задает этот property в какую-то строку и потом проверяет, что строка верная. Зачем этот тест хорош? Он выдает быструю обратную связь, то есть он выполняется быстро, у него хорошая устойчивость к рефакторингу, но при этом плохая защита от багов. Почему плохая? Ну, потому что вероятность того, что в классе юзер возникнет какая-то проблема, вы туда внесете какой-то баг, она очень невелика. И поэтому тест, который покрывает этот код, ну, тоже у него маленькая вероятность того, что найдет какой-то баг. И тривиальный тест у нас находится на вот этом пересечении. То есть у них хорошая устойчивость к рефакторингу, они дают быструю обратную связь, но при этом они не защищают вас от багов. И также можно привести пример третьего багета. Это у нас хрупкие тесты. То есть здесь вот вы можете видеть пример. Слева у нас юзер-репозиторий, который после каждого обращения к базе записывает последний выполненный сиквел в эту переменную, в эту проперти lastExecutedSQL. И справа у нас тест, который проверяет этот юзер-репозиторий. То есть он проверяет, что после вызова getPoID метода, что сиквел выполнен правильно. Проблемы. То есть у этого хрупкого теста он тоже выдает быструю обратную связь. У него хорошая защита от багов. Почему хорошая? Потому что если программист ошибется в написании сиквела, то такой тест выдаст ему, что ты ошибся. То есть он покажет, то есть он упадет. Но при этом у него, у этого теста, плохая устойчивость к рефакторингу, потому что этот тест завязывается на детальной имплементации. То есть вот вы можете видеть четыре разных варианта эквивалентных сиквелов, которые приведут к такому же результату. Но при этом даже если мы заменим сиквел на любой из этих четырех, то этот тест упадет. Несмотря на то, что результат конечный будет тем же самым. То есть вот у нас третий пример, третий бакет, он находится на пересечении между защитой от багов. То есть тест имеет хорошую защиту от багов. Он выдает быструю обратную связь, но при этом у него плохая устойчивость к рефакторингу. И вот этот идеал, который находится на пересечении всех трех параметров, первых трех, он, к сожалению, недоступен, потому что вы не можете максимизировать все эти три параметра без минимизации какого-то одного из них. Но при этом существуют методы, благодаря которым вы можете приблизить ваши тесты к этому идеалу. Не достичь его, но в достаточной мере приблизить. Так, это была первая часть, как измерить эффективность тестов. Далее мы поговорим про то, как применить это знание на практике и как начать писать эффективные тесты. Так, Владимир, можно задавать вопросы, да? Угу. У нас тут есть несколько вопросов. Владимир, а это вы пишете C-Sharp Functional Extensions? Просто интересно. Да, это я. Да, отлично. Так, как написать тест для кода, который не возвращает результат? Надо проверять... То есть есть несколько стилей написания тестов. Есть output-based verification, это когда вы проверяете возвращаемые значения у системы. Вот как вы, например, видели пример с message-рендером. Это пример как раз output-based тестинга. Есть еще state-based тестинг, когда вы вызываете метод и потом проверяете состояние, изменившееся состояние в этой системе. И есть третий способ, это communication-based тестинг, когда вы проверяете интеракции между системой под тестом и его депендентами. Вот. Ну, то есть если не возвращать никакого значения метод, то нужно проверять либо его состояние, к которому он пришел после вызова метода, либо интеракции с другими депендентами. Ну, то есть моки. Спасибо. Как быть, если в тестах всплывают эксепшены из сторонних библиотек? Есть ли методики тестирования такого кода? Эксепшены, несмотря какие. То есть с эксепшенами там много подводных камней, и один из них заключается в том... На самом деле там можно отдельный ток для этого сделать. Там проблема в том, что... Не то, что проблема, а особенность в том, что вы не должны проверять код на то, что он бросает эксепшены в большинстве случаев. Но есть какие-то caveats здесь. То есть, к примеру, если, допустим, это имеется в виду какой-нибудь NTC-фреймворк библиотека, и вы хотите проверить то, что, допустим, когда коннекта к вашей базе нет, NTC-фреймворк кидает эксепшен. Ну, вот в этом случае вы должны проверять не то, что сама библиотека кидает эксепшен, а то, что вы правильно с эксепшеном работали. И правильно в этом случае будет зависеть от того, является ли этот эксепшен expected, то есть ожидаете ли вы его появления в коде, либо этот эксепшен является неэкспектед. И в случае, если это expected эксепшен, то вы должны его отлавливать на самом нижнем уровне, преобразовывать в возвращаемое значение, вот в result-класс. Это как раз из той библиотечки, которая была упомнена ранее. И потом проверять, что ваш метод вернул этот результат корректным образом. А в случае, если вы этот эксепшен не ожидаете, то вы его, на самом деле, не должны вообще отлавливать, вы должны ему дать возможность пройти наверх, сплыть на самый верх, и там его просто залогировать, и ничего с ним не делать. Потому что этот эксепшен у вас неэкспектед, и так как он неэкспектед, самый лучший способ работы с неэкспектед эксепшенами, это просто дать им возможность сплыть и остановить текущую операцию. То есть, если вкратце, то в случае, если это у вас expected эксепшен из библиотеки, то вы должны проверить, как ваш код преобразует этот эксепшен в возвращаемое значение. Спасибо. Так, идем дальше. У нас тут несколько вопросов еще. А шум не может быть нулевым? Или математически такого быть не может? Ну, да, эта формула, она на самом деле должна была иметь вид, как в знаменателе должен был быть не шум просто, а сигнал плюс шум. Ну, так, на самом деле, сложнее просто. Поэтому я ее указал как шум. Но может, в теории, да, может. В этом случае тогда точность теста будет равна единице. То есть, если мы в знаменателе имеем сигнал, точнее, в числителе имеем сигнал, а в знаменателе сигнал плюс шум, то сигнал на сигнал будет один, и это вот стопроцентная точность теста, это будет идеал. Такое возможно, да, но довольно редко. Вы встречали в своей практике такое, нет? Ну, в целом, да. То есть если у вас, допустим, какая-то бизнес-логика, которая заключается в том, что, допустим, на вход у вас какие-то параметры, аргументы, и на выход просто возвращаемое значение, и false positives, то есть ложных срабатываний, такой тест будет выдавать довольно мало. То есть вы напишите тест, который передает внутреннее значение и проверяет возвращаемое значение. И все падения таких тестов, они, как правило, on-point, то есть они указывают на баги. И да, вот такие простые тесты, простые в написании теста, которые при этом проверяют сложную логику, они, как правило, выдают очень мало шума. Спасибо. Так, ну тут не вопрос, а скорее комментарий. Ложные срабатывания, первый пример. Паттерн ААА здесь не соблюдается. Так, как минимум, должен быть один assert на тест. Я не знаю, можно как-нибудь прокомментировать, да, или ложные срабатывания, первый пример. Не, assert уже есть. То есть мы проверяем, что у нас количество сабрендеров, три, и что у них тип правильный. То есть вот последние четыре строчки – это как раз assert. И здесь как раз ААА паттерн соблюдается, потому что, ну вот я просто не указал в комментариях, ну вот первая строка – это range, вторая – это act, третья, четвертая, последняя строчки – это assert. Хорошо, идем дальше. А как доказывается, что идеальный тест недостижим? Где-нибудь можно об этом почитать? Нет, это никак доказать нельзя, потому что у нас в программировании это все-таки не точная наука, не математически точная наука. Это, ну если строго выражаться, это просто постулат, мой постулат о том, что этот идеал недостижим. Если у вас будут какие-то примеры, которые будут говорить об обратном, интересно будет послушать. Ну, это, как правило, все-таки таких идеальных тестов невозможно написать, ну просто потому, что наибольшие устойчивые скрифакторы у вас дают end-to-end тесты, функциональные тесты, но при этом они по определению не могут быть быстрыми. А все, что меньше end-to-end тестов, находится там ниже в пирамиде тестирования, там юнитест, они по определению хоть сколько-то, но завязаны на детали имплементации, но в первую очередь это вот API вашего кода, и они уже менее устойчивы к рефакторингу, чем end-to-end тесты. Спасибо. Значит, давайте, там еще есть несколько вопросов, но я предлагаю пойти дальше, чтобы не застрять на одной части. Вот один еще комментарий прочитаю, видимо, это про C-Sharp Functional Extensions, тот же человек, который спрашивал, говорит респект за либо мы ее активно используем. Все. Рад, рад, что она вам нравится. Давайте пойдем дальше. Да, давайте продолжим. Так, то есть мы поговорили про то, как измерить эффективность тестов, какие параметры нужно использовать для измерения этой эффективности, и теперь поговорим про то, как применить это знание на практике и начать писать хороший тест. Написание эффективных тестов требует, как правило, требует рефакторинга кода. То есть невозможно написать эффективные тесты на код, который написан при этом неправильно. В первую очередь это речь про юнит-тесты, и это потому, что ваши тесты завязаны, они неразрывно связаны с кодом, с продакшн-кодом, который вы тестируете. И, то есть, сами практики написания эффективных тестов, они по большей части сводятся к тому, что вам нужно менять код ниже лежащий, который покрывает эти тесты. Опять же, речь про юнит-тесты в первую очередь. И для того, чтобы понять, как это сделать, мы должны рассмотреть вот эти два измерения. То есть весь код, который у вас находится в приложении, весь продакшн-код, его можно разложить по двум измерениям. Первый – это сложность и важность этого кода. И второе – это количество коллабораторов. Я их по-русски назвал «зависимости из собеседников». То есть сложность и важность кода – что такое? Это насколько сложен код. То есть, в первую очередь, это какие-то алгоритмы. Они, как правило, выполняют сложные вычисления, поэтому этот код является сложным. А важность – это с точки зрения бизнес-логики, с точки зрения домена. То есть это, в первую очередь, код, который отвечает за бизнес-логику приложения. Покрытие такого кода, который либо сложен, либо важен, как правило, дает вам наилучшую защиту от багов, потому что критичные баги, опять же, как правило, находятся в бизнес-логике приложения. Если вы… И покрытие такой бизнес-логики тестами, оно дает вам наилучший возврат на ваши инвестиции, потому что критичные баги, как правило, находятся в этом коде, а не в каком-то инфраструктурном коде. С другой стороны, второе измерение – это количество коллабораторов. И чем больше код имеет таких коллабораторов, тем больше у вас стоимость поддержки этого кода. Это, в первую очередь, потому что для того, чтобы передать эти коллабораторы… А, да, кстати, и что такое коллабораторы? Коллабораторы – это у нас зависимости, которые изменяемые. То есть у нас зависимости могут быть неизменяемые. Это, к примеру, число 5. Число 5 – это пример Immutable Dependency, неизменяемой зависимости, которую мы передали, и потом мы не можем ее поменять. А пример коллаборатора – изменяемые зависимости. Это, к примеру, если мы тестируем класс User, и он работает с другим доменным классом Company, то вот этот класс Company, компания, она будет коллаборатором, потому что у нее состояние может меняться. И чем больше таких коллабораторов в коде, тем больше у нас стоимость поддержки теста, потому что нам нужно перед тем, как передать этих коллабораторов в систему, привести их к нужному состоянию, потом, возможно, проверить изменившееся состояние у этих коллабораторов. И если это communication-based testing, то нам нужно еще будет проверить интеракции между системой и этими коллабораторами, то есть используя Moki. Они тоже требуют большого количества кода, чтобы настроить и потом проверить. То есть у вас увеличивается размер теста. И плюс, если эти коллабораторы еще не in-process, вот как, например, класс компании, а out-of-process, как, например, база данных, то стоимость поддержки таких тестов еще больше увеличивается. Во-первых, потому что вам еще больше кода нужно для того, чтобы настроить эту out-of-process dependency, ну и, во-вторых, потому что вам нужно потом будет поддерживать эту dependency по мере выполнения этих тестов. Если мы построим такую диаграммку, то мы получаем четыре типа кода. То есть по вертикали у нас сложность, либо важность, и по горизонтали количество коллабораторов. То есть слева сверху у нас доменная модель и алгоритмы. Это сложный код, который не имеет большого количества зависимости от собеседников, либо это бизнес-логика. Слева, снизу у нас идет тривиальный код, но это код, как, например, one-line property в C-sharp коде, либо конструкторы, которые принимают на вход какие-то аргументы, устанавливают эти конструкторы в значения, ну и потом большинство с ними ничего не делают. Снизу справа у нас контроллеры, либо координаторы. Это код, который не делает никакой сложной работы сам по себе, но при этом делегирует эту работу бизнес-логике либо другим частям системы. Это код, который, как правило, занимается координацией между доменной логикой и внешними компонентами, такими как база данных. И сверху справа у нас переусложненный код. Переусложненный код, вот хороший пример, здесь такой антипаттерн, как толстые контроллеры, это fat controllers. Это контроллеры, которые не делегируют никакую работу никому, а делают все сами. То есть этот код, он одновременно и сложный, и при этом у него большое количество коллабораторов. С точки зрения юнитестирования, юнитестирование внешней, верхней, левой части, доменной модели и алгоритмов, она дает мне лучший результат, потому что, во-первых, такой код вам... у таких тестов наилучшая вероятность нахождения багов, потому что это бизнес-логика, и критичные баги у нас, как правило, находится в ней. Но, с другой стороны, эти тесты на доменную модель или на алгоритмы, они также очень просты в поддержке, потому что у этих алгоритмов или доменной логики небольшое количество коллабораторов. В идеале у них вообще не должно быть коллабораторов, но, как правило, это невозможно. Тривиальный код тестировать вообще не нужно, потому что это очень простой код, и тесты не будут давать вам какой-то большого value, просто потому что вероятность нахождения багов в этом коде небольшая. Контроллеры, нижний и правый квадрант, их тестировать нужно, но при этом вы можете обойтись, как правило, к намного меньшим количеством тестов, чем для доменной модели. И эти тесты, они интеграционные тесты. Поговорим про них чуть попозже. Это тесты, которые проверяют, как ваша доменная модель интегрируется с внешними системами. И самый проблематичный квадрант это переусложненный код, правый верхний квадрант. Проблематичный, потому что такой код опасно оставлять без покрытия тестами, потому что он сложный, но при этом его очень сложно тестировать, из-за того, что в нем находится большое количество коллабораторов. И большинство проблем с тестами, которые возникают на большинстве проектов, как раз из-за того, что код у этого проекта переусложненный. И из-за этого тестировать этот код очень сложно. И что нужно сделать? Это нужно разделить этот код, сделать декаплинг на доменную модель и алгоритмы с одной стороны, и на координаторы и контроллеры с другой стороны. То есть вообще при написании кода очень хорошо придерживаться такому гайдлайну, что чем сложнее, либо чем более важен этот код, тем меньше у него должно быть коллабораторов. Если у вас в системе находится переусложненный код, то такой код нужно разделять на две части. Как это сделать? Есть такой паттерн, называется humble object. Это вот если дословно переводить, то это что-то вроде стеснительного объекта. И вот этот паттерн говорит нам о том, как делать это разбиение. То есть вот у нас есть тест, и он тестирует какой-то overcomplicated код. И почему он overcomplicated? Ну, потому что он содержит, во-первых, логику, а во-вторых, какую-то hard test dependency, то есть зависимость, которую сложно тестировать. И humble object pattern нам говорит о том, что мы должны разделить этот overcomplicated код на две части, и при этом у нас еще появляется humble сам объект, то есть действительно объект, который ничего не делает, но просто соединяет эти две части воедино. Но теперь, так как у нас эти две части разделены, мы можем тест нацелить до таргетии только на логику, при этом не тестируя саму вот эту hard-to-test dependency. И таким образом стоимость поддержки этих тестов становится намного меньше. И вот это хорошая такая метафора о том, как можно думать про такой паттерн. То есть у нас код может быть широким, но при этом невысоким по высоте. Это вот у нас контроллеры. То есть высота кода говорит о том, насколько этот код сложен, а ширина кода говорит о том, насколько много зависимости этот код имеет. То есть контроллеры у нас имеют много зависимости, но при этом сами по себе они несложные. С другой стороны, у нас домены логика и алгоритмы, то есть они сложные, высокие, но при этом у них мало зависимости, они узкие. И ваш код должен быть либо широким, либо высоким, но при этом не той-другой одновременно. Это как раз тот гайдлайн, который я упомянул до этого, это то, что чем сложнее либо важнее ваш код, тем меньше коллабораторов он должен иметь. И на самом деле эта идея HumbleObjectа не нова. Очень много паттернов существующих, которые как раз делают то, что они разделяют этот hard-to-test-dependency и выносят ее из логики приложения. К примеру, можно привести Model, ViewController, Pattern, MVC, Pattern. Это абсолютно один в один то же самое. То есть в MVC Model — это как раз лоджик, View — это hard-to-test-dependency, которую никто не тестирует и не нужно ее тестировать. И контроллер — это HumbleObject у нас. И контроллер занимается тем, что он объединяет между собой модель и вьюху, то есть логику и hard-to-test-dependency. И таким образом мы можем тестировать только саму модель, то есть логику. То есть в итоге мы после применения вот этого паттерна HumbleObjectа, мы вот имеем такую картину. То есть у нас unit-тест должны проверять верхний и левый квадрант, это доменная модель и алгоритмы. Интеграционный тест у нас должны проверять нижний и правый квадранты, это контроллеры. Они должны проверять, кто, как наша система координирует работу между доменной логикой и внешними системами. Левый и нижний квадрант, тривиальный код вообще не должны проверяться, потому что смысла в этом особо нет. А правый и верхний квадрант должен быть отрефакторен в доменную модель и в контроллеры. И это нас приводит к такому понятию, которое, скорее всего, всем уже знакомо, это вот тест-пирамида. Тест-пирамида указывает на соотношение между разными типами тестов в проекте. То есть, к примеру, высота пирамиды указывает на то, насколько приближен этот тест к конечному пользователю. То есть, к примеру, N2N-тест у нас проверяют систему с точки зрения конечного пользователя, поэтому сверху интеграционный тест у нас где-то посередке находится, а юнит-тесты проверяют код очень близко к самому коду, потому что они работают напрямую с самим кодом. С другой стороны, ширина пирамиды говорит о том, какое количество этих тестов должно быть в проекте в пропорциональном плане. То есть, юнит-тестов должно быть большинство интеграционных тестов посередке и N2N-тестов по минимуму. И эта пирамида, то есть, чем выше мы двигаемся по пирамиде, тем больше у нас получается защита от багов и устойчивость к рефакторингу. Но, с другой стороны, чем ниже мы находимся на пирамиде, тем у нас больше скорость обратной связи, и тем проще поддерживать этот тест. Так, ну, это вот мы поговорили про то, как писать эффективные тесты. То есть, нужно рефакторить код, который находится, который тестирует эти тесты в доминную модель и в контроллеры. Следующим пунктом у нас идут моки. Так, можно к вопросам, да? Так, ну, пока за эту часть вопросов нету. Я зачитаю те, кто остались в предыдущей части. Ошеров пишет о том, что один юнит-тест должен проверять ровно один небольшой аспект приложения. Это не всегда удобно. Как определить границу применимости этого правила? И применяете ли вы его? Да, нет, я не согласен с этим гайдлайм от Ошерова. Просто потому, что, на самом деле, тест должен проверять не какую-то часть кода, кусок кода, он должен проверять единицу поведения вашей системы. И при этом не важно, сколько занимает кода эта единица поведения. То есть, она может занимать несколько классов, она может занимать один класс, а может вообще занимать несколько строчек или одну строчку в приложении. То есть, это не важно. Главное, чтобы ваши тесты говорили, указывали на, в общем, они должны проверять какую-то одну кохизию в часть поведения системы. Ну, количество кода при этом не важно. Так, ну тут такая просьба, не знаю, может тянет на отдельный доклад, но посмотрим. Если можно, расскажите, пожалуйста, о примерах организации структуры тестового проекта, как раскидывается по папкам namespace? Это такой холиварный вопрос, но, как я это обычно делаю, у меня отдельный проект, точнее нет, у меня, как правило, один проект со всеми тестами, если проект не очень большой. На самом деле, давайте-то, вообще, если сначала начать, то как проект должен делиться? Он, с точки зрения домена древний дизайн, он должен делиться на bounded контексты. То есть у нас есть какое-то одно приложение, которое в идеале состоит из одного bounded контекста, и на каждый этот bounded контекст, ну, допустим, система регистрации или система поддержки пользователей, второе – это система заказов. Это вот по смыслу можно их разделить на разные ограниченные контексты. Вот, и у каждого ограниченного контекста должен быть свой набор тестов. Я, как правило, создаю один проект на каждый ограниченный контекст с тестами, и в нем уже по папкам разделяю на юнит-тесты и на интеграционные тесты. End-to-end-тесты – это подмножество интеграционных тестов, то есть я их иногда отдельно помещаю в отдельную папку, иногда совмещаю вместе с интеграционными тестами. И так как у нас интеграционные тесты работают напрямую с внешними зависимостями, там, особенно с базой данных, там, как правило, нужно делать так, чтобы эти тесты выполнялись последовательно, а юнит-тесты – параллельно. И в XUnity там есть настройка, вы можете поместить какой-то тест в определенную коллекцию и настроить эту коллекцию так, что тесты в этой коллекции, они выполняются последовательно, а не параллельно. Ну, вот, как правило, по умолчанию я вот так делаю. Спасибо. Сейчас. Проверка отсутствия исключений подходит для тестирования кода невозвращающего значений? Ну, в целом, да. Но, как правило, это должен быть только сайд-эффект, ну, как дополнительная проверка на то, что ваш код не бросил исключения. То есть ваш код должен при этом делать что-то еще. Вот. И тест должен проверять не только то, что это исключение нет, но и что именно сделал проверяемый код. То есть я вот не думаю, что есть какой-то код, который вообще ничего не делает, и просто если он не кинул исключения, то этого достаточно. Нужно проверять результат работы этого кода. Так, а что скажете по поводу StrikerMutator.io? Был ли какой-либо негативный или позитивный опыт? Не знаю про такое. Это что-то вроде мутационного тестирования или что это? Не знаю. Тут просто указана ссылка, и я ее тоже первый раз в жизни вижу. Я не слышал. Так, дальше идет пор между участниками. Можете порекомендовать тест фреймворк для .NET на текущий момент? Я использую XUnit. Мне он нравится тем, что это такая упрощенная версия NUnit. Ну, в принципе, NUnit или XUnit, они примерно одинаковые. То есть там особых сильных различий нет. Главное, не используйте MS-тест, потому что MS-тест, он ужасен. Вот. Но NUnit вполне нормально. Я лично люблю XUnit, потому что там они, авторы этого фреймворка, они сделали некоторые упрощения. К примеру, там нету таких атрибутов, как test initialization, и вместо этого вы любые инициализации кладете в конструктор. И это на самом деле удобно, потому что раньше у вас в NUnit было два способа принципизировать тест, а теперь они это все лишнее убрали и оставили только необходимое. Так, тут уточняют, да, что striker-мутатор — это мутационное тестирование, да. Ну, видимо... Ну да, я с ним не работал. Так, пришли вопросы еще. Немного фази. Использование рандомных значений внутри классов эквивалентности. Круто или нет использовал? Какие есть нюансы? Ну, это обычно используется, применяется в такой практике, как property-based testing, когда мы проверяем не конкретные значения, возвращаемые значения, а какие-то свойства системы. Вот. Там это очень удобно и, на самом деле, важно. Вот. Просто потому, что таким образом у вас большая вероятность того, что тест появит какую-то ошибку. Тут ограничение есть в том, что это работает в основном только с output-based testing, то есть когда у вас тест, сама система не меняется, и при этом не нужно проверять интеракции этой системы с какими-то другими системами. Вот. А проверять нужно только вот возвращаемый результат. Вот. В этом окружении property-based testing работает, ну, вот, идеально. И там как раз это очень хорошо ложится. То есть вы можете найти классы эквивалентности внутренних, каким-то образом задать, ну, чтобы у вас ваша генерилка вот этих входных значений генерила правильные значения. Вот. Ну, и проверять, что свойства этого теста, они, как бы, они соответствуют тем свойствам, которые вы ожидаете от системы. Ну, вот самый такой тривиальный пример — это вот реверс листа. То есть если вы на вход подадите какой-то список и два раза ее отреверсируете, то вы должны на выходе получить ровно такой же список. Вот. И тут как раз входные значения сами по себе не важны. Вот. Важно только то, что свойство этого, этой функции реверс, оно, ну, такое, что два, применяя ее два раза, вы получаете на выходе такой же список, как и на входе. Вот. Если говорить про, не про property-based testing, а про обычное тестирование, тут, ну, вот я не особо, на самом деле, сам применял такой способ, который, ну, не для property-based тестинга. Просто важно очень часто иметь контроль над значениями, которые вы передаете. Вот. И даже не в этом дело, а в первую очередь важно просто понимать, что вы указали классы эквивалентности правильно. Вот. Если у вас много property-based в входящих значениях, то очень сложно контролировать то, что вы указали, ну, то, что входящие значения генерятся правильно в нужных классах эквивалентности. Поэтому я, как правило, люблю больше контроль над входящими значениями и задаю их ручной. Так, давайте еще последний вопросик и пойдем, наверное, дальше. Немного эффекта дихлофоса. Убивать ли тесты, которые не нашли ни одного бага за всю жизнь, но требуют поддержки? Может ли быть хоть какая-то польза от тестов, которые ни разу не нашли ошибки? Хороший вопрос, да. Там, в общем, я рекомендую такой подход. То есть в первую очередь надо посмотреть, не пересекаются ли эти тесты с другими тестами. То есть если они пересекаются, то маржинальная ценность такого теста, она практически равна нулю, и да, этот тест можно удалить. Если же этот тест не пересекается, надо смотреть, что это за тест. Если это end-to-end тест, то есть тот тест, который сложен в поддержании, там требует каких-то настроек внешних зависимостей, то надо попробовать переделать этот end-to-end тест на юнит-тест, ну, на интеграционный тест, либо в идеале на юнит-тест, то есть спустить его вниз по пирамиде от тестирования. И в этом случае вы, получается, получаете те же самые бенефиты, что и от самого end-to-end теста, но при этом стоимость поддержки этого теста очень сильно уменьшается, вот, и такой тест можно оставить после этого, даже если он при этом не нашел ни одного бага. Если же так сделать нельзя по каким-то причинам, и при этом сам тест не нашел ни одного бага, надо смотреть, на самом деле, на функциональность, которую он тестирует. Если это критичная какая-то бизнес-функциональность, то все-таки страшно такой тест удалять, я бы его оставил. Если это не критичная функциональность, и при этом сам тест выполняется долго, ну, то есть, опять же, да, надо смотреть на плюсы и минусы. Плюсы – это то, какая вероятность того, что этот тест обнаружит критичный баг, а минусы – это то, сколько этот тест ранится по времени и сколько требует поддержки. Если слишком сильно поддерживать этот тест, но при этом вероятность сохранения багов маленькая, ну, да, такой тест можно удалить. Это все он case-by-case basis. Хорошо, спасибо. Я предлагаю пойти дальше и потом опять вернуться к вопросам. Пожалуйста, Владимир. Так, ну и третья секция у нас про Moki. Поговорим. Что такое Moki? Moki – это фейковые dependency, которые мы используем для того, чтобы не создавать настоящие dependency. То есть, в первую очередь, речь про out-of-process dependency, но многие используют Moki в том числе и для in-process dependency. То есть, если у нас, к примеру, есть какой-то большой класс объектов, то мы, вместо того, чтобы создавать все вот эти вот dependency, если мы, допустим, хотим протестировать только левый объект здесь на этой картинке, вместо того, чтобы создавать все эти dependency, справа мы можем создать Moki и таким образом отрезать все эти dependency от самого объекта и протестировать его отдельно. И вопрос очень важный здесь – это то, какие dependency мы должны заменять на Moki, а какие использовать как есть. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно рассмотреть, какие вообще типы dependency бывают в проекте. Dependency бывают mutable, то есть изменяемые. Это как раз коллабораторы, про которых мы говорили до этого. Коллабораторы – это изменяемые зависимости. И зависимости бывают immutable, то есть неизменяемые. В свою очередь, mutable зависимости разбиваются на out-of-process зависимости и in-process зависимости. То есть out-of-process – это база данных, файл и система, а in-process – это такие же классы, как класс, который вы тестируете. То есть, если вы тестируете, опять же, юзера, и у него зависимость на component, то вот component как раз in-process mutable dependency. Immutable dependencies также разбиваются на out-of-process и in-process. Out-of-process – это какие-то внешние системы, в которых нет функционала по изменению этих систем, но при этом они выдают какие-то значения. Ну, то есть, допустим, dictionary service или какой-то read-only API service. In-process, immutable dependency – это value-objects, либо просто values. Это число 5. Опять же, это типичный пример in-process и immutable dependency. То есть, это обычный value, который мы не можем поменять. И когда речь заходит о MOOC-ах, существуют две школы, которые говорят о том, какие типы зависимости нужно заменять на MOOC. Есть лондонская школа, и она говорит о том, что на MOOC нужно заменять любые mutable dependencies, то есть любые коллабораторы, независимо от out-of-process либо in-process. И есть классическая школа, которая говорит о том, что на MOOC нужно заменять только out-of-process mutable dependencies, то есть база данных, файл-система и так далее. Лондонскую школу еще иногда называют мокистской школой, то есть мокистой, а классическую школу еще иногда называют детройтовской школой. И обе эти школы неверны в их подходе к MOOC. Почему неверны? Обе школы неверны, потому что не все, во-первых, не все mutable dependencies должны заменяться на MOOC, а во-вторых, не все out-of-process mutable dependencies тоже должны заменяться на MOOC. И давайте посмотрим, почему. То есть у нас коммуникации между разными компонентами системы можно представить в таком виде. То есть у нас есть наша система, которая находится по центру, это зеленый фексагон, и в нем есть какие-то классы, которые между собой тоже коммуницируют, это вот кружочки. И коммуникация между ними – это внутренняя коммуникация. И также есть внешние коммуникации, это коммуникации между клиентами внешними и такими системами, как месседж-бас. И с точки зрения хрупкости тестов, с точки зрения второго параметра – это устойчивость к рефакторингу. Завязываться на внутренней коммуникации неправильно, потому что это приводит к завязыванию тестов на детали имплементации, что, в свою очередь, приводит к хрупким тестам. И поэтому лондонская школа неверна, потому что не все mutable dependencies должны заменяться на MOOC. То есть in-process mutable dependencies на MOOC заменяться не должны. Потому что, еще раз, это приводит к тому, что у нас тесты начинают падать, начинают выдавать много ложных срабатываний, и ценность таких тестов уменьшается. Почему классическая школа неверна? Не все out-of-process dependencies должны заменяться на MOOC. То есть так же, как и in-process dependencies, коммуникация не со всеми out-of-process dependencies тоже должна заменяться на MOOC. Тут можно это рассмотреть таким образом. Есть два вида out-of-process dependencies. Первое – это те dependencies, коммуникации, с которыми видны только приложению. Тут хороший пример здесь – это база данных, application database. и те dependencies, коммуникации, с которыми видны внешним системам. Это вот message bus, либо SMTP-сервис. И почему коммуникации с первым видом не должны заменяться на MOOC? Нужно рассматривать приложение с точки зрения поддержки backward compatibility, это вот поддержки обратной совместимости. Независимо от того, сколько рефакторингов вы сделали в вашей системе, необходимо, чтобы вид коммуникации между вашими системами и внешними системами необходимо, чтобы оставался одним и тем же. То есть если ваша система выдает какие-то сообщения на message bus, после всех рефакторингов необходимо убедиться в том, что эти сообщения остаются теми же самыми, потому что иначе, если вы их поменяете, другие системы перестанут их распознавать. И это backward compatibility требование исходит из того, что вы не можете сдеплоить ваше приложение одновременно с другими приложениями, потому что вы можете не контролировать эти другие приложения, и потому что у них просто может быть разный release cycle. То есть ваше приложение разрабатывается внутри вашей компании, внешнее приложение разрабатывается, может быть, в той же компании, но другой команды, и вы не можете их деплоить одновременно. И поэтому важно, чтобы при дипломенте вашего приложения вы соблюдали обратную совместимость. И чем хороши Moki? Они хороши тем, что они как раз вам помогают соблюдать совместимость между системой под тестом и ее депенденсами. Но при этом вам не нужно соблюдать эту обратную совместимость между вашим приложением и базой данных, потому что к этой базе данных имеет доступ только ваше приложение, и даже если вы ее поменяете очень сильно или, может быть, совсем выбросите SQL сервера и вместо него поставите Mongo, и в случае, если поведение, наблюдаемое внешнее поведение вашей системы останется тем же самым, в этом случае вам не важно, что именно вы сделали в системе. И заменять такие коммуникации с такими системами на Moki нельзя, потому что такие коммуникации тоже являются деталями имплементации. Вы должны рассматривать вашу систему как единое целое вместе с такими внешними зависимостями, как Application Database. То есть это приводит к тому, что Out-of-Process Dependencies можно разбить на два подтипа. Это Managed Dependencies, это управляемая зависимость, это те зависимости, к которым имеет доступ только ваше приложение, и Unmanaged Dependencies, это те зависимости, к которым имеют доступ другие системы. Это пример типичный, это MessageBus, либо S&TP-сервис. И необходимо заменять на Moki только неуправляемые зависимости, потому что только с такими зависимостями нам нужно поддерживать обратную совместимость. Ну вот это все про Moki. То есть это вот мои контакты, мой сайт EnterpriseCraftsmanship.com, и у меня недавно вышла книга Unit Testing Principles, Practices, and Patterns. Хорошо, спасибо. У нас есть вопросы. Я сейчас буду по... Федор, я тебя размьютил. Добрый день, Владимир, спасибо за доклад. У меня вопрос такой, из практической стороны, когда практикуешь ТДД, и, собственно, в первую очередь, как ты, наверное, отметил, пишешь тесты на бизнес-логику, нередко возникает ситуация, она с двух сторон характеризуется. Первый момент в том, что по мере того, как ты прорабатываешь, формализуешь исходную задачу, и т.д. тест-ферс тебе в этом помогает, ты можешь воткнуться в состояние, когда тебе нужна консультация с доменным экспертом, чтобы понять, что конкретно надо заимплементить. И обратная связь от, собственно, бизнеса, она может поступать достаточно долго. Ну, то есть можно неделями ждать, пока они решат какой-то вопрос. И есть обратная ситуация, это когда требования, ну, постоянно дополняются, постоянно уточняются, ну, что в общем-то типично для agile разработки, то получается в ходе изменения, ну, они как бы такими вот слоями лавы, как лава лейринг, получается, накапливаются постепенные изменения. Естественно, это тоже отражается на тестах. Вот. И я хотел спросить, тут понятно, что никакого бронебойного инструмента нет, но вот как ты поступаешь в первой и во второй ситуации? То есть что ты делаешь, когда понимаешь, что какой-то там инвариант не проработан, у тебя нету конкретного ответа, ну, а ты вот сейчас, как раз когда через тест все делал, ты понял, что его надо проработать. Ну, то есть там, не знаю, тудушку поставить или что-то такое. Я вот просто завел отдельный вид эксепшены, там, несогласованный инвариант, и просто бросают этот эксепшен, и тестом покрывают, что такой эксепшен бросается. И, соответственно, к проду таких эксепшенов в коде не должно остаться. Ну, да, кстати, хороший вариант. Я обычно, на самом деле, имплементирую, ну, зависит от того, насколько эта логика завязана там на другие части системы. То есть если другие части системы ее используют активно, то тут эксепшен, на самом деле, не особо сработает. Вот, и здесь я просто, да, имплементирую так, как считаю нужным, и потом, когда требование приходит, ну, по-нормальному, там уже можно поменять имплементацию, да, и в этом случае, ну, только тудушка. Вот, но мне нравится вариант с эксепшеном, на самом деле тоже. Понял. А, спасибо. А про вот обратную ситуацию, когда постоянно, как лавой, так вот накапливаются изменения, есть у тебя какие-то практики работы? Ну, там вот очень ТДД помогает. То есть если у нас какой-то реквайрмент поменялся, то нужно, в первую очередь, поменять тест, увидеть, что он падает, и падает по правильным причинам, то есть не потому, что у вас там просто тест написан неправильно, а потому что реквайрмент, который требует этот тест, он еще пока не выполнен. Вот, и после этого уже выполнять сам реквайрмент. Вот здесь как раз, ну, обычное дело, да, то есть если какие-то реквайрменты меняются, это нормально. И вот здесь вот ТДД очень хорошо работает. хорошо, понял, спасибо. Так, я напоминаю, если хотим задать вопросы голосом, пользуемся функцией зума поднять руку, я тогда предоставляю возможность. Пока рук не видно, я зачитаю вопросы текстово. А чем это МС-тест ужасен? Пользовал МС-тест версии 2, где-то бета 1.6, потом версия вроде 1.8, примерно в 17-18 годах. Показался вполне нормальным. И что уж тогда лучше V1 встроенного в старые студии? Я, на самом деле, старую версию использовал МС-тест, я уже давно не использовал. Я сначала перешел на N-unit, потом на X-unit. Может быть, он, конечно, справился со временем, этот МС-тест. Но я помню, там не было многих фич, которые были в N-unit. То есть, я точно на этот вопрос сейчас уже ответить не смогу, потому что мои знания основаны на старых версиях. Ну и плюс еще как вот дополнительный такой аргумент, который, может быть, не совсем аргумент, но тем не менее, это вот то, что сами майкрософтовцы, они не используют МС-тест, они используют, как правило, X-unit. Интересно. Как делать тесты классов со многими зависимостями менее хрупкими, зависимыми от внутренней реализации и более простыми в сетапе? Есть ли какие-то паттерны, кроме делая меньше зависимости? На самом деле подумать. Нет, других паттернов здесь нету, но сам паттерн, который, этот HumbleObject, который говорит о том, что надо делать меньше зависимости, там есть несколько разновидностей. Вот вы, например, можете сделать сам код более функциональным. Функциональный в том плане, что вот functional programming применять к этому коду, то есть разделяет не просто на доменную логику, но и на доменную логику, которая вообще не меняет внутреннее состояние. И такие тесты, они очень просты в написании, и при этом они очень хорошо работают в том плане, что они появляют баги в системе. Я не думаю, на самом деле, что кроме как того, чтобы разделять этот код, используя HumbleObject, есть какие-то другие способы. У нас вопрос. Анатолий, вы в эфире. Добрый день, Владимир, спасибо за доклад. Я хотел дополнить, что MS-Test выпустили версию 2 совсем недавно, и там они слезали с X-Unit очень много фич, практически стали на него похожими. Не знаю, зачем и почему, но такой интересный факт. Вопрос, собственно, ты рассказал довольно много интересных характеристик, которые хорошо формализуются, как количество зависимости, неизменяемость участников тестирования, и в принципе даже можно немножко посчитать сложность кода, который мы тестируем. А не встречал ли ты каких-нибудь приближений или инструментов, которые способны сами рассчитать эффективность тестов автоматически, то есть выявить какой-то числовой коэффициент для того, чтобы можно было написать статические анализаторы, установить на CI, ну и поддерживать их, поддерживать тесты именно в терминах тех, которых ты описал, поддерживать качество тестов, эффективных тестов автоматически. Нет, я про такие тулы не знаю, но я бы хотел тоже, если кто-то напишет такой тул, тоже им начать пользоваться, потому что это действительно была бы хорошая метрика, намного лучше, чем просто код кафферидж, вот, но сложно на самом деле, потому что, ну, что может тулла сделать? Она может только проверить, что там какие-то строчки были за эксерсайзены, какие-то бранчи были проверены, больше что-то, я на самом деле не знаю, можно ли такое написать, чтобы это все проверялось автоматически, но было бы очень здорово, да. Например, может помочь тебе выяснить, что вот в каком-то объекте очень много логики, и он плохо тестируется, то есть надо разбить Humble Object, например, посоветовать сделать, вот она вполне бы могла. Да, хорошее приближение вот для этой практики, то есть когда вот применяется это Humble Object, то есть можно вынести доменную модель, то есть бизнес-логику в отдельный проект, вот, и тогда уже тест-каверидж будет показывать, насколько хорошо вот этот отдельный проект покрыт тестами. То есть опять же, 100% тестера покрытия еще ни о чем не говорит, но важно вот именно на этом проекте иметь высокое покрытие, близкое там к 100%, вот, потому что если ваша бизнес-логика покрыта небольшим количеством тестов, ну, это прям совсем плохо. Вот остальная логика там, те же самые, которые hard to test dependency, там это не так важно. Вот бизнес-логики это очень важно. И вот как такое небольшое приближение вот к этой туле, да, можно проверять отдельное покрытие на отдельные проекты и требовать высокое покрытие вот на проект с бизнес-логикой. Да, я вот в Поке, например, делал такое приближение, что если у меня тест без зависимости и в нем много логики, то это хорошо. Если у меня много логики, много зависимостей, то это плохо. Вот хотя бы такие рекомендации выдавать, это уже отлично. На больших проектах они вполне работают. Да, это хорошая рекомендация. Спасибо, у нас еще рука. Ахмед, вы в эфире. Здравствуйте, большое спасибо за доклад, очень интересно. Вопрос насчет тех же самых моков. Вот есть всякие инструменты, TypeMock-изолятор и тому подобное, которые позволяют мокать системные объекты, допустим, тоже Daytime. Нет, макируя, не делая интерфейс к Daytime. Есть ли у вас опыт работы в таком стиле? Это правильно, плохо? Ну, да, есть тулы, которые генерят автоматически какие-то моки. Я не рекомендую ими пользоваться, ну, если только у вас какой-то прям есть legacy код и вам нужно хоть какие-то тесты набросать, чтобы там, не знаю, после любых изменений у вас эти тесты падали и вы там начинали разбираться, правильно ли упали или нет. Но такие тесты, которые генерированы автоматически, они, как правило, дают очень много ложных срабатываний и ценность таких тестов довольно низкая. с Daytime, там все-таки самый простой, самый лучший на самом деле способ это вот использовать нормальный, правильный dependency injection, то есть передавать этот Daytime через аргументы, либо как сервис, который возвращает текущий Daytime, либо как просто объект, там, Daytime тут найти. И вот таким образом тестировать, то есть передавая этот Daytime прямо эксплицитили напрямую в систему под тестом. А еще тогда сразу второй вопрос. Если передавать вот эти все Daytime через конструкторы, интерфейсом, тогда это все понятно, но если соблюдать все рекомендации того же Роя Ошева, то соблюдаете рекомендацию у тебя C-sharp код постепенно получается все более и более функциональным. И я лично замечал, что писать на F-sharp и покрывать код тестами гораздо проще, чем на C-sharp. Есть ли у вас опыт написания тестов на F-sharp? Да, если есть возможность написать код на F-sharp, то я рекомендую воспользоваться, потому что F-sharp очень хороший функциональный язык, и его можно совмещать с кодом на C-sharp, потому что на них есть совместимость на уровне IL. И да, там F-sharp вообще любой функциональный подход, в том числе на C-sharp, он хороший тем, что можно использовать output-based тестинг, а это лучший стиль тестирования из-за того, что тесты самые получаются очень простые в поддержке, они маленькие, и в то же самое время, так как они тестируют бизнес-логику, они очень valuable, они очень цены для проекта. Этот стиль можно использовать не только на F-sharp, но и на C-sharp, но на F-sharp это даже еще проще делать, ну просто потому, что сам язык сам в себе, он продвигает функциональный подход by default, то есть там сложнее там выстрелить себе в ногу. Так, еще раз. Случайно себя замутил? Да, понял, спасибо большое. Еще про баз данных все-таки. Тут просто постоянно возникают споры везде, где я работал. Базы данных надо маркировать зависит от того, используется ли это база данных какими-то другими проектами, другими системами. Если это интеграционная база данных, то есть база данных, которая используется не только вашим проектом, но и внешними проектами, то нужно разделить эту базу данных на две части, ну так, логически, не обязательно физически. Та часть, с которой работает только ваше приложение и та часть, которая шарится с другими приложениями. Вот та часть, которая шарится, это по сути выполняет роль того же самого месседж-база, и эту часть нужно макировать. Та часть, которая работает только ваше приложение, ее макировать не нужно. Ну и, соответственно, если это не интеграционная база данных, а Application Database, то есть та база данных, к которой только ваше приложение имеет доступ, ее макировать не нужно, потому что такие моки, такие тесты будут хрупкими, они будут падать при любом добавлении параметра в хранинку или при любом разделении колонок. Вам это не нужно. Вам нужно проверять вашу базу данных и вашу систему как единое целое. Хорошо, спасибо. Так, у нас полтора часа метапа идет. Владимир, у тебя как еще силы есть? Мне уже скоро... Можно еще минут пять, может быть. Давай, сейчас последний вопрос, выбираем победителя и все, да? Да, давайте. Как тестируете файловую систему? Используете ли для этого пакеты вроде System.io Abstractions? Ну, опять же, файл системы – это тоже пример managed out-of-process dependency, то есть dependency, которые не имеют доступа к другим системам. Ну, это при условии, что это действительно такая, потому что бывает так, что вам нужно написать тест, написать код. Код, короче, ваша система бывает так, что оставляет какие-то артефакты в файлах, которые потом читаются другими системами. Вот в этом случае, да, нужно использовать Moki, можно использовать для этой библиотеки какие-то, вот, как, например, Abstractions. Но в случае, если это файлы, в случае, если эти файлы читаются только вашим уже приложением, а не другими приложениями, то нужно тестировать их как есть, то есть интернационными тестами покрывать работу с этими файлами, и потом проверять, что состояние этих файлов, оно то, которое вы ожидали. Продолжение следует...